Продолжаем Субтитры создавал DimaTorzok Никто не везет, разоряется на ловителях и исполит давно, задавая ему кучу бессмысловых вопросов об остановочных маршрутах и расписаниях. Стопки сделка старая корова не хотят заткнуть на этой даме, а чуть не задохнулся от безмолвного выдавания на ее эгоистичные мелочи и на охватительную способительность ловить от этой старой перхоти. Столько кругом разговоров о молодежном мандализме, но почему все молчат на премьер психического террора, который бестанно творят пенсионеры? Когда карга наконец заложит в салон, губы ее довольно подзяты, как куриная жопа. Она садится прямо передо мной, так что мой взгляд упикается ей в затею, и я мечтаю, что бы у нее еще сильный слик или обширный инфаркт. Нет, если смерть случится, то я никогда не доверю в больнике. Если она умрет прямо здесь, значит это самотоха. Полюбить, пользуйся любой возможностью, чтобы развести свою путь. Оно должно умереть медленно, мучительной смертью. Краковые клетки. Это сам наркот. Я представляю, как к тому краковые клетки, простекры, умножаются внутренние тверд. Но как только у меня удается это представить, как я тут же ощущаю, что то же самое происходит со мной. Когда я бросаю ее к золенцам, и весь мой гнев на старую дуру тут же пропадает. Я чувствую полную апатию. Старухе нет места в моем здесь и сейчас. И тут я роняю голову. Роняю так внезапно и неудержимо, что чувствую, как она отрывается от моей шеи и летит прямо на колени к зловредной старой перечнице, которая сидит передо мной. Я хватаю голову обеими руками и держу, упирая локти в колени. Я боюсь, что уже проехал мою остановку. Но тут силы внезапно возвращаются ко мне. И я схожу на Пеннивелл Роуд, напротив торгового центра. Я перехожу проезжую часть улицы и срезаю путь через торговый центр, продефилировав мимо закрытых на стальные шланги штанг торговых площадей, которые так и не удалось никому сдать. Мимо автостоянки, на которой с того самого дня, как центр построили, ни разу не стояли автомобили, обостроили его 20 лет назад. Квартирка Форестера расположена в доме, который выше, чем остальные дома в Биверхаусе. Там в основном двухэтажная застройка, но его дом пятиэтажный, так что есть даже лифт. Правда, он не работает. Чтобы сберечь силы, я взбираюсь по лестнице, прижимаясь к тене. В дополнение к судорогам, боли, потливости и полному распаду центральной нервной системы, я чувствую, что у меня начинаются проблемы с кишечником. Я ощущаю там неприятное шевеление, однозначно предвещающее понос, стремительно сменяющий длительный запор. Перед дверью Форестера я пытаюсь взять себя в руки, не для того, чтобы обмануть барыгу, но все равно заметит, что меня ломает. У героиновых барыг на эту тему глаз наметаны. Я просто не хочу, чтобы ублюдок видел, насколько мне плохо. Я готов вынести любое говно, любое унижение со стороны Форестера, чтобы разжиться тем, что мне нужно. Но я не вижу никакого смысла выставлять перед ним на показ мои страдания. Форестер, очевидно, замечает отражение моей рыжей шевелюры в матовом армированном проволокой, дверном стекле. Тем не менее, проходит целая вечность, прежде чем он открывает дверь. Говнюк начинает обламывать меня прямо с порога. Он холодно здоровается со мной. Привет, Рента. Привет, Майк. Он меня зовет Рента, а не Марк. А мы его будем звать Майк, а не Фори. Оставим мы ему право быть фамильярным. Стоит ли подлизываться к этому мудаку? Здесь сейчас, пожалуй, стоит. Другая политика просто рискована. Ползай, говорит он. Делая знак плечом. И я покровительственен. И я покорно следую за ним. Я сажусь на диванчик в почтительном отдалении от какой-то толстой блядя со сломанной ногой. Ее сгипсованная конечность покоится на журнальном столике. Причем между краем грязной повязки и надетыми на жопу глядя персикового цвета шортами видна полоска отвратительной жирной белой плоти. Систки девицы, выползая белым тестом из выреза тупой короткой жилетки, свисают прямо на огромную кружку с надписью «Гимнес», которую она держит в руке. Ее сальные, тригидронные локоны ближе к корням переходят в длинные омерзительные лохмы невнятной серо-коричневой мастер. Она никак не реагирует на мое присутствие, но умодливо смеется громким и отвратительным смехом, похожим на ослиное ржание какой-то сальной шуточки, отпущенной Форестером явно на мой счет. У меня в настоящий момент просто не в состоянии эту шуточку оценить. Форестер усаживается напротив меня в ободранное кресло. У него толстая бничная рожа при точном теле, и он почти совсем низ, несмотря на то, что ему всего 25. Последние два года он теряет волосы с чудовищной скоростью. И я иногда задаюсь вопросом, не пациентирован ли он вирус? Впрочем, я в это не верю. И говорят же, что на него первыми отправляются лучшие. В обычном состоянии я бы что-нибудь извил в ответ, но сейчас я бы скорее отнял у моей бабушки кислородную подушку, чем обидел бы барыгу. Моего барыгу. В другом кресле, рядом с Майком, сидит уголовного вида ублюдок, который пярится на заплывшую жиром, как свинья девицу, а вернее на неумело свернутый косяк в ее руке. Девица театрально затягивается, а потом передает косяк злоебучего пидора и охуительно ненавижу. Подобных додиков с глазенками, как у мертвых мухи, с глубоко винчанами, острой и кресидной мордочкой. Правда, не все из них полная дрянь. Но вот этот, одежды выдает этого чувака с головой, сразу видит, что он еще тот фрукт. Судя по всему, он славно провел некоторое время в одной из королевских бесплатных гостиниц строгого режима, где-нибудь в Саунтоне, Бар-Эл, Пэр-Эрте, блядь, или Петерхеде. И девица сюда прямиком оттуда. Сияние расклешенные, чуть-чуть на блядь, синие, расклешенные брюки, черные туфли горничного, горчичного света, микотажная рубашка с голубыми манжетами и воротником. А еще зеленая парка в эту загребельную погоду, которая висит на оброшенной на спинку креслом. Негто не удосуживается нас друг другу представить. Впрочем, это обязанность нашего хозяина, который находится в центре всеобщего внимания, и она знает это и уловит свой кайф. Ублюдок без конца обазарит, словно спиногрыз, который не хочет, чтобы родители отправили его в кроватку. Мистер Мотник, Джонни Саутон. Как я окрестил, расфуфыренного, блатного, ничего не говорит, только загадочно улыбается, да иногда в их стаде закатывает глазки к потолку. Если я когда-нибудь видел человека с мордой хорька, так это вот этот Саутон, жирная хрюк, боже, как она отвратительна, смеется своей масливой смехом. А я время от времени убодливо хихикаю, чтобы хоть как-то соответствовать обстановке. Некоторое время я слушаю весь этот говеный базар, пока боль и тошнота не принуждают меня встрять в беседу, поскольку все мои молчаливые попытки обратить на себя внимание были встречной полным презрением. Презрение. Извини, приятель, что я тебя перебиваю, но мне надо, короче, принять отсюда. Тебя ищем двадцать.